Какие гаджеты признают шпионскими? Госдумы готовят ко второму решающему чтению законопроект, призванный окончательно защитить граждан от уголовных дел за покупку слишком умных игрушек и бытовых приборов. Умных в смысле способных подслушивать и подглядывать. Новые нормы закона помогут гражданину отличить обычные гаджеты от запрещенных. Фото, EPA, поправки в Уголовный кодекс должны прописать, какую именно аппаратуру считать шпионской, а значит, подсудной. Инициатива была внесена в Госдуму правительством страны и недавно принята в первом чтении. Однако, как сообщил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ко второму чтению законопроекта необходимо уточнить предложенное определение специального технического средства. Минус. Россиян прекратят необоснованно обвинять в шпионаже. Под специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации, проект предлагает понимать приборы, которым независимо от их внешнего вида и технических характеристик намеренно приданы качества и свойства для функции скрытного, тайного, неочевидного, получения информации. По мнению Павла Крашенинникова, формулировка независима от их внешнего вида, технических характеристик, а также принципов работы может вызвать затруднения при квалификации деяний. Не возникнет ли старая проблема, когда человек купил некий гаджет, даже не подозревая о встроенных жучках, и оказался под статьей. Конкретизировать определение предложил и Верховный суд России в своем отзыве на законопроект. Как сказано в отзыве, в настоящее время широкое распространение получили цифровые диктофоны, фотоаппараты, видеокамеры и ПР, имеющие высокие технические характеристики, малогабаритные размеры, интегрируемые в другие устройства, компьютеры, сотовые телефоны, часы и ТП, которые позволяют использовать их для скрытного получения информации, то лицу, не обладающему специальными познаниями, сложно определить, относятся ли, например, ручка со встроенным диктофоном или часы со встроенной видеокамерой к специальным техническим средствам. За год по статье ОК о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации осуждены 257 человек. Сейчас число таких дел пошло на спад. В свою очередь заместитель директора Федеральной службы безопасности Александр Купряжкин заявил, выступая перед депутатами, что смартфоны и GPS-трекеры не будут попадать под УК. Дело в том, что это бытовые приборы. Линия разграничения между подсудно и неподсудно зависит от целей действий гражданина. Если некий бытовой прибор изначально содержал функцию записи, а покупатель использовал вещь по прямому назначению, то есть в быту, дело не возбудят. Например, по словам Александра Купряжкина, авторучка с функцией видеонаблюдения не должна приводить на скамью подсудимых, если использовать ее только для письма, то есть в бытовых целях. Телефон же, по его словам, исключительно бытовой предмет, а не шпионское приспособление. Настоящая шпионская аппаратура в обычную продажу не поступает. Минус. Верховный суд предложил конкретизировать понятие шпионских устройств. Адвокат Вячеслав Галениев напомнил корреспонденту РГ, что в конце прошлого года пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее особенности рассмотрения дел по обвинениям в приобретении специальных устройств. Ключевое разъяснение. Следствие должно доказывать умысел, что человек собирался с помощью подобных гаджетов тайно собирать информацию о жизни других людей, говорит Вячеслав Галенев. Именно на такое понимание норм и должны ориентироваться следственные органы. По данным Верховного суда страны, за год по статье УК РФ незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, были осуждены 257 человек. Причем число таких дел резко выросло. Но после вызванного резонанса и принятых разъяснений количества дел, по оценкам экспертов, пошло на спод. А некоторые возбужденные дела были закрыты. Власть право уголовное право законодательное, власть Госдума уголовное законодательство.